Здравствуйте! С вами Ольга, Питерский сад. И сегодня я вам хочу рассказать про свою крупнолистную гортензию, как за ней правильно ухаживать и правильно подготовить ее к зимовке. Моей гортензии 7 лет. Как видите, она у меня высажена в открытый грунт. И зимует она у меня также. Про укрытие, про многослойное укрытие я вам буду рассказывать. Сегодня у нас 25 сентября и я начинаю подготовку к зимнему периоду гортензии. Для начала мы должны подойти к гортензии, осмотреть ее как следует, удалить желтые листья, если таковые имеются, и на побегах снизу прямо от корня по каждому стволу оборвать вот таким вот образом листики. Таким образом стволики одревесневеют, быстрее одревесневеют, и почки начнут созревать цветочные. Вот посмотрите, на каких почках будут в следующем году цветоносы. Вот я вам показываю почки. Вот на этих почках будут цветы. Мы должны их обязательно сохранить. И потом мы начнем ее укрывать. А здесь уже заложатся цветоносы. Еще раз здравствуйте. С вами Ольга, канал Питерский сад. Я продолжаю про гортензию. Сегодня 15 октября. Как видите, листья у гортензии уже потемнели. Это о чем говорит? О том, что уже грядут первые замерзки, но при всем при этом она свою листву не сбросила. Мы должны ей в этом помочь. Я сейчас возьму ножницы и окончательно оголю стволы, для того, чтобы уже ее подготовить к зимнему укрытию. Я взяла ножницы. Вы видите, бутончик, видимо, его уже прихватил морозис. Поэтому мы сейчас его удалим. Удаляем невысоко. Чисто один бутон. Второй бутон большущий я делаю так же. Удаляю невысоко. И третий бутончик. Это то, что осталось после моего цветения. Удаляем. Затем подходим к гортензии и начинаем удалять листики. Можно руками, они уже хорошо отщипываются. Я сейчас все удалю, потому что уже морозы, а гортензия морозы не переносит. Крупнолизная гортензия – это южанка. Она любит тепло, любит хорошее укрытие. Куст, как видите, большой. Хорошо сформированный за 7 лет. Поэтому сейчас я немножко ему облегчу зимовочку. Убираю все листы. Можете это делать ножничками. Но, пожалуйста, не повредите вот эти вот цветочные почки. Аккуратненько либо отрывайте руками, либо вот эти вот почки, вы их видите, это цветоносы, которые уже гортензия заложила на будущий год. И мы их будем сохранять. Ну вот, нашу гортензию мы подготовили. Удалили с нее все листы. А сейчас я хочу вам показать, что нужно для нее еще сделать. Взять любое осеннее удобрение. В данном случае я возьму суперфосфат двойной и подсыплю под нее суперфосфата. Вот, суперфосфат. Это хорошее осеннее удобрение. Для гортензии особенно. Вот, и просыпаю. Вот. Вдоль всего кустика. Просыпаю. Замульчируем почву. Так, замульчируем. Замульчируем. Так, и с этой стороны также мы замульчируем. Замульчировали. Теперь я хочу вот что показать. Многие берут торф, но я этого не делаю. Я беру обычную землю со своего огорода. И также после того, как я подсыпала туда удобрение, сейчас подсыплю туда, ну, практически ведро земли. Для чего я это делаю? Сейчас все объясню. На гортензии, вот на гортензии, посмотрите, я вам сейчас покажу. Вот это вот старый побег. Его сейчас я тоже удалю. Почки одревесни... ой, стволики одревесневают. Вот в данном... вот тут видно хорошо. Вот он немножко одревеснивел. Это видно по цвету ствола. Он посветлее стал. Не ярко-зеленый, а посветлее. Он одревеснивел. Но для того, чтобы он пережил нашу зиму ленинградскую, мы должны его подсыпать землей. Вот я их подсыпаю. Если даже у нас почки сверху обмерзнут, ну, случится, может быть, и мороз сильный, и наоборот, зима бесснежная и морозная, то нижние почки, в любом случае, которые мы накрыли грунтом, они не вымерзнут. И, соответственно, бутоны пойдут расти снизу. То есть здесь почка может отмерзнуть, а нижняя, которая будет присыпана и забульчирована, она не замерзнет. И бутончики пойдут расти снизу. Следующий этап – укрытие нашей гортензии. Вы видите, я ее подсыпала, подрыхлила, сделала повыше вот таким вот домиком. И хочу еще что сказать. Если у вас гортензия молодая, там 2 или 3 отводочка от кустика, вы насыпьте земли, не жалейте побольше, чтобы она была больше укутана. У меня уже куст большой, ему уже 7 лет. А маленькую засыпайте землей, как мощно больше. Лучше весной это хорошо отрыть. Так, дальше мы подходим. Я подготовила, привезла специально из леса хвойный опад. Вы видите, для гортензии это очень хорошо, потому что гортензия растет в кислой почве. И вот сейчас я засыпаю хвойным опадом. Всю, и в середину тоже. Не бойтесь, засыпайте побольше. Для нее это будет только хорошо. Побольше. Серединку. Следующий этап укрытия гортензии это хвойный лапник. Мы подготовили ветви елочки. Будем сейчас стягивать нашу гортензию веревочкой, которая у меня имеется. И потом уже накрывать материалом. Как это делать, мы сейчас вам покажем. Так, ну вот я подготовила лапник. Берем вот так вот в кучечку. Собираем все наши ветви гортензии. Аккуратненько, не поломав их. Они, конечно, еще не хрупкие, потому что мороз занят. Ну, почки, чтобы нам не повредить. Делаем это аккуратненько. Вот таким вот образом. И прикладываем шалашиком вот так вот лапничек. Вот так вот. Чудесная елочка. Шалашик готов. Так, видите, шалашик у нас получился замечательный. Теперь мы сейчас еще раз протянем веревочку, потуже ее потянем, и накрываем ее геотекстилем. Я приготовила плотный геотекстиль. Самое важное, чтобы ткань была не гидроскопичная, потому что многие накрывают таким материалом, который потом во время зимовки может намокнуть, и это все превратится в ледяную горку. Ни в коем случае этого делать нельзя. Надо, чтобы ваша гортензия, хоть и холодным морозным воздухом, но дышала. Поэтому я делаю вот так на протяжении шести лет. Ей уже седьмой год, напоминаю. И мы находимся в Ленинградской области, что тоже немаловажно. Накрываем. Ну вот мы накрыли нашу гортензию. И нам осталось накрыть ее вот таким вот пенопластовым ящиком. В хозяйстве он у нас имеется, поэтому эта штука для меня незаменимая. Почему? Объясню. Для начала я закрою. Давайте, посмотрите, как я это делаю. Очень даже удобно. Все. Никакие морозы ей будут не страшны. Внизу, посмотрите, остались вот эти вот щели небольшие, но это тоже не страшно. Мы тоже их можем накрыть либо опадом, либо вот такими вот листьями. У меня на участке имеется каштан, и я туда вот вниз их сейчас подсуну. Вот так вот. Плотно-плотно туда, чтобы не проходила никакая влага, никакие морозы. Почему листья каштана? В них имеются эфирные масла, и они не гниют. Поэтому, если у вас есть каштан, это очень хорошо подсыпать и под гортензию, и еще я каштановыми листьями укрываю розу. Друзья, а я вам хочу дать совет. Есть отличные, красивые сорта, древовидные и метельчатые гортензии. И чтобы не делать то, что вы сейчас видели, выращивайте их. Вообще выращивайте районированные сорта растений на своем участке. Поверьте, березы не менее красивы, чем пальмы. Спасибо своему супругу, он хорошо все дополнил. И я хочу сказать, действительно, моей гортензии 7 лет. Мы ее очень долго таскали в свой подвал, укрывали всячески. Не хотела цвести совершенно, что бы мы с ней ни делали. Но поскольку мне было жалко ее выбрасывать, я все-таки добилась результата. И все же, друзья, хоть мы с ней и намучились, но результат стоит того. Поэтому закрывайте свои крупнолистные гортензии, если они у вас есть, и посмотрите ее цветение вау. И в заключение. Когда наступит весна, вы снимете ящик и не торопитесь снимать остальное укрытие. Потому что возвратные заморозки у нас в Ленинградской области бывают очень часто. Ну, я думаю, мое укрытие вам понравилось. Если вам что-то было интересно, оставляйте комментарии. С вами была Ольга, канал Питерский сад.